приветствую вас добрый день ну что много событий с нашего последнего разговора произошло тур состоялся но ваша занятость не позволила пораньше поговорить поэтому так сегодня уже немножко вспоминаю тур и я надеюсь что будем говорить уже о следующем туре очень интересный получается спартак играет дома это раз ну и во вторых я отправляюсь в воронеж это 2 это даже более интересно 2 и в-третьих ваш любимый зенит играет с локомотивом очень интересно как события будет развиваться там найти все таки это не крылья советов команда которая за 15 миллионов евро футболисты продают аж самуницу но традиционно мы начинаем с детско-юношского футбола что там происходит какие события может быть конечно что что скрыто я знаю что вы подписаны массу телеграм каналов выбрали не подписаны я сказал что они есть так но я на них пока не подписан до стартовал ее fail как я вам и говорил до московского вот первый тур сыграли пока больше ничего остальные отдыхали все я так понимаю выходят с 1 августа все остальные а и фл вы имеете до стартовал 1 2 3 все стартовали поехали потому что в регионах давно есть играть там они летние ну то есть вы не было еще каких событий по юфл связаны чтобы мы о них как-то проанализировали сказали хорошо это или плохо нет конечно если про фл 3 вы говорите нужно посмотреть панчону они будут играть здесь же мы о чем говорили школьных делах все потому что они будут меньше уделять внимание школе что в их возрасте наверно недопустимо а в остальном мы же говорили что это хороший турник просто наверное для именно этой категории может быть ранова но еще да еще школьные проанализировать тяжело кстати что что у вас там как у пашка погребняка с командой в медиафутболе как у вас дела я не знаю я не интересовался вот организует посмотрим не организует не посмотрим но идет же организация матча ветеранов царя пригласили но царь раздумывает что какие новости надо ему или не надо да надо или не надо потому что там значит ломали ли шапку перед ним как я понимаю что хорошо ли пригласили пригласят хорошо придет не пригласят подумает так я не знаю про знаю что предварительная дата второго числа дальше пока не понятно но еще долго время пред предыдущий за сколько недель за две с половиной за три организовали ну узнаете тут результат такого первого матча такой такой что как бы я думаю что спартак хочет взять реванш там я думаю что как бы уже не футболисты основного состава вышли против вас по ныть нет по футболистам понятно я имею ввиду что по организации я думаю спартак тоже не захочет ударить грязь лицом вместе с рфс но даже в питере организовали отлично великолепно то и здесь должны также концертная программа и еще что-то ветераны команд понятно берут но здесь больше организационный момент какие потом это же здесь-то один матч было здесь наслаивается на тур ну да понимаю заранее про просмотрели на 2 вы отменили все матч это у нас есть вынесенные матчи на пятницу здесь не будет соответственно будет матч больше интереса подогреть да не ну здесь сушки там там же был суперкубок и здесь там один матч подумаешь ну будут две победы спартака посмотрим я бы не был столь оптимистич очень спокойно вы реагируете там я слышал что за вас может играть снова малафеев и гарик денис но бы они в том матче мы могли играть не знаю по каким причинам их не было будут играть великолепно то есть просто если еще и слова сыграет гариком то шансы того спартака не очень веки на самом деле я так храблюсь конечно вы приведете еще людей которые недавно еще чемпионами страны и становились по поводу к профессиональному футболу вы можете понять почему вот во втором туре начинается уже третий скоро почему такая высокая результативность чем вы это связываете так каждый год начал проявлять да там 3 3 4 в пятом это четвертом пятом заканчивается а так на эмоциях все бегут каждый год практически большая высокая результативность мне кажется поначалу то есть по крайней последний мы не можем сказать что что-то изменилось там коренным образом нет все как играют так играть ничего там сверхъестественного нет то бы обычно стоянут единственно первый раз на за всю историю где в этом туре там шесть разгромов чтобы из 8 матч это единственно так все плюс-минус то что было всегда но в общем еще не увидели ну не увидели вот исходя из того что сколько иностранцев уехала что уровень может быть упал стало менее интересно как бы стала что-то мезинь или или это ничего пока не чувствуется пока не чувствуется тоже пока играю с хорошими эмоциями бегут бьются стараются играть кто-то чуть лучше кто-то чуть хуже такой откровенно там пешеходный матч там я был наверно только вот на сочи сочи с кем они играли с торпеда и вот в первом туре и пари вот химки тоже но они может видеть из-за того что жарко было не такие большие скорости все равно там и там и там там больше трех мячей забивали ну да я видел ваш восторженный комментарий по матчу лока ростов вы считаете я считаю что очень хороший матч был притом я уже говорил что локомотива в первом туре мне понравилось но он играл там больше отрезками здесь более целостный матч был единственных подвело наверно удаление в принципе так же как краснодар вот а так в первом тайме они очень здорово играли даже несмотря на то что они пропустили дальнейшем они контролировали мы единственное единственным так как ростов тоже очень хорошая команда они меньше создавали чем могли бы да вот но все равно при потере быстро перестраивались и так начинали прессинговать тут же практически возвращались мяч и старались что-то создать ну достаточно неплохо есть мне понравилось послушайте еще еще про это поговорим сейчас про зенит главное событие которое произошло у них там даже не победа это уверенно над крыльями а продление значит малкома клаудини вендола который вообще образцово провел образцово провел операцию шантажа зенита и переписал контракт я пытался брать интервью вендола значит из 20 вопросов 19 был ответ не знаю потом было как какой-то привет переданный фламенго и потом я думаю ну все сейчас точно переподпишет хотя меня как бы фабио алейша бразильский журналист серега он уйдет и прочее как он уйдет сейчас что вы думаете и об этом то есть мы можем назвать эту операцию которая прошла со стороны зенитовский бразильцев шантажом а со стороны зенита убийство деньгами я думаю здесь нужно похвалить обе стороны бразильцев и их агентов за то что они смогли преобразовать историю свою пользу остаться еще получить чуть больше денег если это действительно так ну наверное это так а менеджмент зенита за то что они их сумели оставить тем самым не обескрою в команду поэтому здесь все выигрыши в том числе и болельщики которые будут ходить и наслаждаться игрой бразильцев хотя могли бы россиян но их пока нет ну знаете вот андрей сергеевич выступил что отпустил бы иностранцев играл бы своими правда через несколько дней она сергей сказал совершенно другое видимо поправили уже оперативно что своими то можно играть если они есть мы же тоже всегда двумя руками за свои просто наверное сейчас в этой перспективе не видно кто мог бы так явно заменить бразильцев и и усилить денег ну или по крайней мере те же качества оставить поэтому ну храбриться то можно нужно понимать что на данный момент нам пока не их нужно подготовить зенитно да и все наверно клубы над этим работают чтобы появлялись молодые хорошие ребята которые могут не хуже бразильцев играть ну кто у зенита вот кто у зенита из молодых ребят я просто всегда топлю за наших и опять вы вырвали кравцова из нижнего новгорода опять отправили фармклуб но правильно сделали правильно сделали что он должен сидеть а что он должен сидеть то есть уже соглашайте что в точу фанклуб даже вы даже мне уже не нужно называть как хотите они отправили в команду который заняла второе место вот и для него я двумя руками был зато я и когда я разговаривал с ними грани держите парня отправьте прав там единственная проблема была в том что они повендула уйдет не уйдет на самом сидеть у вас будет скорее всего поэтому ему нужно играть он только почувствовал вкус вот и на предсезонке здорово смотрелся поэтому нужно играть и такая команда как сочи для него идеальный вариант но с другой стороны посмотрите ведь андрей сергеевич там в центре процесса если аршавин говорит что он бы отпустил много иностранцев играл своими значит у него логика какая-то в голове выстраиваться значит он видит что кто-то может сыграть у зенита я понимаю его сыграть он отвечает за детский и мужский футбол вопрос как эти футболисты не играют но они значит не того уровня как раз через систему аренд я уже много раз уже наверное год полтора вам говорю да о том что через систему аренд они могут поднять свой уровень то что и будут играть на другом качеством уровень нежели просто тренировка в зените это хорошо до определенного уровня дальше переходить на друг на следующую ступень вот через систему аренд они могут много игроков развить и вернуть к себе которые будут не хуже по качествам чем бразильцы допустим если они будут хотеть развиваться сами я думаю для них будет это здорово то что они будут играть там если они действительно нацелены на то чтобы играть в родном зените будут соответственно и заниматься отдаваться на поле по-другому ну вы понимаете логику зенита который продлил в контракте с бразильцами аж с 27 года я даже до максимального срока но зачем за тем чтобы получить максимальный денег за когда они будут уходить продавать они рассчитывают на то что там в течение там года допустим а ситуация в мире нормализуется соответственно будут другие товарно-денежные отношения даже сейчас мы можем продавать игроков меняем клубами то есть могут разговаривать которые не вот не будут грабить там а допустим смотря на перспективу покупают игроков ну и зенит дело в этой парадигме работает я так понимаю они понимают что рано или поздно они все равно уйдут но просто допустим если у них контракт до 24 через год он уйдет там плюс-минус бесплатный может безболезненно для себя разорвать этот контракт а сейчас будут уже другие отношения какие-то денежные но вы же понимаете что взять и футболисты в любой момент и так могут уйти и образ но наверное есть какие-то договоренности помимо того что они их продлили наверно цель какие-то дополнительные бумаги понятно что сегодняшней системе координаты юридические бумажки ничего не знать для европейцев но на что-то рассчитывают позитивно но и правильно делают но с другой стороны смотрите уходят футболисты из цска из из спартака из других из кучи команд из динамо сбегают футболисты да но и зенит они не не сбегают как бы явно просто в силу того что им платят гигантские деньги у зенита получается монопольное положение на никто им гигантские деньги не платят платят адекватные деньги понятно что такие же плюс-минус деньги могут платить европе на данный момент у них нету там европе тоже не все так сладко подождите я же вам говорил подождите до осени них другая экономическая ситуация будет может быть не все европейские клубы могут столько платить они тоже прекрасно понимают вы имеете за что ну кризимой не нечем будет топить это ладно топить это переживу дрова завезут у нас купит если что у них экономика тоже не все так хорошо соответственно если там будет большая просадка где деньги то не черпит будет не те рекламные контракты будут соответственно не столько могут платить наверное это как один из аргументов звучал в переговор они могут спокойно здесь год-полтора переждать и когда все эти шторма успокоиться и у нас и у них уже сделать какой-то выбор либо остаться здесь либо поехать европу там дадут деньги да все как вы поняли просто возвращаясь про европу заговорили высказывание вчерашние ну я у себя в telegram канале написал что коллеги позвоните гражданину руководителю крымского футбольного союза позвонили значит он сказал я хочу эту тему снять с повестки дня не надо об этом говорить я это слушаю господи все мы об этом говорим этот человек как раз как были вкус то есть почему он не хочет в рфс выходить да он говорит надо эту тему снять с повестки ну и я думаю вместе с этой темой его снять раз он не хочет тогда пусть потом не не спрашивает почему я считаю что обязана включить крым в состав рфс также как будет там какие-то референдумы если они будут дальше также при растем там скин донецкой луганской республика тоже должны включать я уже говорил и могу повторить либо мы отставим свой сувениритет и независимость да и позиционируемся и дальше как сильное независимое государство которого нельзя там принудить кого-то взять или притом своей же части российской федерации или взять или не взять к себе же вот либо мы так и будем на них смотреть что они нам скажут сверху для чего на них смотреть я честно говоря не понимаю ну то есть аргумента ну то есть для меня он вообще несущественным просто в силу того что мы и так еврокубки не играем просто аргумент и общаюсь с коллегами с руководителями там в той числе из рфс они считают что это это такой как бы важный для нас маячок что если мы принимаем крым то в еврокубки мы точно не вернемся для вас это существо ерунда все это полная ерунда я говорю мы на данный момент исходя из то как проходит и европе и в мире да и так как движется спецоперация все карты на руках у нас козырны поэтому нужно этим пользоваться и в состав с российский российского футбольного союза включать все регионы которые в составе российской федерации они смотреть там что нам скажет какая-то там европы непонятно по вернусь к зениту тогда у логика вы же общаетесь он ваш дружбан аршавин я просто не могу понять его логика когда он это говорит что нужно иностранцев распустить в чем тоска то что свои не играют вот в чем потому что это говорит это говорит ну окей это не говорит знаете там легенда зенита легенда зенита и вы но это говорит человек который значит облечен властью который сотрудник зенита блин сотрудник зенита говорит что надо там иностранцев распустить я просто не понимают еще это это что я не знаю какой смысл это вкладываться может быть тоже ему тот сказал где-то что у нас 5-6 лет не будет тогда смысла в легионерах действительно нет но и лично я так не считаю 5-6 лет не было сербии которые там щемили со всех сторон но мы к счастью для нас не сербия мы на другом уровне находимся поэтому с нами такое не пройдет вы имеете другой уровень влияния что нас нельзя 5-6 лет как бы отстранять с нами разговаривать так нельзя мне кажется мы уже вот за последние сколько пять месяцев прекрасно показали но долго терпели но теперь будет наверное так как мы скажем я уверен что так и будет просто наверное сейчас немного другие процессы более важны чем там российский футбол и интегрирование его там обратно в европейский футбол только основные процессы будут завершены в ходе спецоперации то и к этому вопросу вернуться и мы будем по-другому там совсем разговаривать вы имеете то что пока людям которые принимают решения государства российскими просто пока не до футбола но безусловно они ситуацию держат на контроле но не в ежедневном режиме это не самый главный вопрос на данный момент ничего страшного если мы год нет там не сыграем пусть даже и 2 ничего страшного тема которую тоже обсуждается об этом говорил и не знаю как правильно ну зову человеком который влияет на процессы химках депутат госдумы роман терюшков по поводу того что надо отказаться от легионеров значит и дать дорогу своим что вы но роман игорь давно эту тему педалирует вот он как бы от нее не отступали да он давно сказал что-то и говорит я думаю уже года полтора точно нужно делать ставку на своих и так далее но тоже пока не всегда удается свои это хорошо я говорю но нужно какой-то уровень все равно держать если вы хотите потом европу это попасть обратно вернуться да сама мы с какого-то уровня должны туда вернуться я имею ввиду футбольного нельзя падать соответственно и легионеры какие-то нужные просто нужно тщательно смотреть какие лучше какие хуже и не брать там все кого кого не пупать я просто когда я предложил в эфире одной из программ и плюс к этому нужно естественно мы уже много раз уже язык мозоль на языке ничего это надо повторять повторение мать учения я согласен но вы говорите что рфс считает что у них блестящая работа на детской и юношеской да блестящая там преобладает такое мнение ну вот тогда вы уже много раз говорил хотя бы тогда показали чем объяснили в чем на словах блестящая тоже могу сказать что великолепен но это чем-то нужно еще подкрепили я думаю что у них если они так считают у них есть момент который они могут это показать графики какие-то там программы еще что-то насколько они выполняются что они дают и что или что дали да и что будет перспективе я тоже об этом много раз все это вместе должно оставить нас на определенном уровне развитие детско-юношеского молодежного и там качественный легионер я просто не могу понять тогда вот возвращаясь опять к этой к этой истории ну то есть почему тогда луги логика рфс почему они вот от вопроса крыма так старательно отходит 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 ну почему то есть ну что одна из причин возможно если вы принимаете крым на вас накладывают определенные санкции европейские там этот союз американцы и же с ними кто-то возможно не готов таким санкциям у кого-то есть какие-то активы или еще что-то за рубежом которые они не хотят терять вот и все тогда нужно определиться вы либо в россии либо там может быть какие-то посты не занимать ну или или логика же знаете еще о чем говорят в футбольном сообществе что там же тогда если получается принимаем крым и наша команда туда ездят допустим я не знаю кубки россии там приезжает зенит да и получается к игрокам которые приезжают они попадают в список как это миротворец да на них накладываются санкции и футболисты миротворец это сугубо украинская контора санкции на никто на них санкции наложит европейцы американцы а ну и что за санкции ну тогда получается что они не могут перейти в зарубежные клубы может быть пусть радует российских болельщиков они угонить что деньги получают зарубежном клубе ну не во-первых должны найти есть такое допустим идете вы в какой-то институт там который я не знаю ну или профильный да там условно там который там как каком-то ведомство до силовому принадлежит вы после него еще пять лет должны отработать для благо государства здесь тоже самое у вас с шести лет по большому счету все профессиональные клубы бесплатно обслуживают частные государственные без разницы да особенно государственно так будьте тогда любезны после этого после того выпуска вас какое-то время там 10 лет в этом случае отработать здесь вам деньги за это платят раз во вторых вас воспитывали и обучали бесплатно это 2 до какой-то компенсирует это или вы считаете должны вас государство вложить деньги родная страна да вы вы ручкой махнули поехали наверно приоритет тогда нужно выбирать любого в юном возрасте уезжаете говорите там родителям и и или ваши родители говорят ну спасибо мы пять лет от занимались мы поехали либо вы остаетесь здесь и остается с родным государством наверное так как-то должно берут к зениту бакаев на замене не играет с первых минут ну то есть получается что но и трудно было предположить что он будет рану вы об этом говорили то есть прогнозы сбываются но играть то хочется парень хочется нужно ждать своего штанга шансы уже много разве так же как мод мостовой дождался вышел я же об этом говорил нужно более агрессивно более нагло выходить и показывать то что ты можешь надо мной независимо от того с крыльями талии с этим но условно в цск сыграл вышел показался на следующий матч вот возможно будешь опять составе игры неважно при каком счете того вы же тренировать уже понимаете что пока его получать ему надо выбить кого-то из бразильцев ничего невозможного нет ничего не понятно что у него пока есть идет адаптация еще что-то сейчас не может сразу выбить есть какое-то время сможет главное в это верить и заниматься на 200 процентов наверно и придешь поначалу могут ротировать потом вообще выбиты состава почему нет как посмотрите на фигу потом также если он будет показывать определенный уровень и руководство клуба и главный тренер виде что он сопоставим по уровню а есть какое-то предложение на кого-то из бразильцев тогда они могут наверное больше охотой даем что мы продаем играет наш как вы смотрите на фигуру черешева применить но там сейчас обсуждается я смотрю в медиа зенит спартак как бы что вы думаете об этом футболисте и нерешнем состоянии не на моего состояния вообще не знаю матрац сейчас несколько ни в каком клубе не играет да и не тренируется не знаю тренируется или нет вот зениту нет точно спартак я не знаю на какой позиции и плюс еще нужно понимать его травматичность я не вижу перспектив у него здесь хотела я думаю что у нас может кто-то и взять но вы иметь ввиду перспектив что он будет на лавке сидеть никого извини то что он будет сидеть в этом в реабилитационном центре в основном может там три игры играет 5 лечится но если кому-то хочется записи условно больше 15 матчей платить не платить точнее он будет не играть а вы будет платить мы можно взять конечно можно не за бесплатно сюда придет получит какой-то захочет получать хорошую зарплату соответственно наверное люди которые его берут должны хорошо подумать если за вменяемые деньги он придет но можно кому-то взять посмотреть но вы бы будучи спортивным директором клуба рпл вы бы какого а какого ну хорошо в зенита зенит даже не стали бы рассматривать ни при каких вот будучи у меня сейчас команда которая у меня есть да я бы его вообще не рассматривал зачем он нет ну так суровый что-то ну а что есть такого я и говорю для первой пятерки нет для следующих наверное посмотреть можно недавно выступил властемил петержелло сказал что зенит самый популярный клуб в стране спартак это уже прошлое и прочее как вы оцениваете это высказывает ну популярности наверное нет по спортивным достижением до популярности наверное уже много раз говорил наверно паритет плюс минус в истории не кровь в истории вот сейчас по болезнической аудитории по фанатам и так далее паритет чего нет что это нет послушать это спартак всю туда куда приезжает вставали приехал там тысячи людей пришли ну отлично что очень хорошо вы не согласны со мной что приходит что что это популярнее чем ваш любимый клуб я не уверен еще я не уверен она пуля популярный но я не уверен что популярнее зенит просто может фанаты зенита не так активно как спартака в регионах но в регионах очень много болит а потом некоторые из-за тех из-за тех переживают как вы их поделить но у что-то я не видел людей которые переживают зенит спартак кажется что я в регионах есть и не белогубовое начало у вас очень велико по нисколько я более чем объективен на каком-то этапе безусловно спартак был там супер популярным но последнее время думаю это тенденция к тому что они плюс-минус паритет может быть я могу допустить что еще небольшой минимальный перевес своего спартака есть но не но не глобально это точно слушайте на неделе был такой мем закрыть клаудиньо это сказал журналист илья казаков что денисов это справился я задал вопрос баринову дмитрию кто способен закрыть клаудиньо он сказал что я если ему будет такое задание закрыл и денисов клаудиньо и способен ли баринов закрыть этого футболиста денисов спартаку сюда но если он при 04 считает что он закрыл и с левого фланга я уже высказал что там просто разрывали они втроем что он считает закрыть что он не забил гол тогда да он может закрыл но если исходить из игры которую показывал клаудиньо с венделом и с дугласом закрыл он пустоту он закрыл может быть да но футболиста клаудиньо он точно не закрыл сможет ли баринов закрыт клаудиньо и насколько это вообще существенный вопрос как бы закрыть клаудиньо а для чего это нужно то они пускай зону закроют как через который проникает за клаудинь и не надо с ним персонально бегать ни в туалет ни на трибуну никуда локомотив очень хороший футбол показывает если они наверху свой футбол будут больше контролировать мяч соответственно вы тем самым и закроете клаудиньо который будет просто бегать и отбирать если вы им дадите мяч зениту да который будет выбираться и атаковать никого не закроете как бы вы с ним не бегали был простой пример вот я был на один раз на матче этого барселона реал барселона тоже в первом тайме там этот как в реаловский который ковачевич который тогда еще был он тоже персонально играл с месси просто вот стоит месси он с ним стоит отошел на метр месси он с ним отошел во втором тайме там первый тайм там у барса не получилось во втором был момент когда просто человек двигался с мячом вперед до стояла месси он просто отошел на три метра в сторону отошел с ним ковачевич посередине пробежали забили гол ну и все что нужно делать реалу идти вперед кого чуть больше так на атаку начинает действовать теряет в этот момент месси но еще два получили вот и все закрыл он его но 55 минут наверно да а потом просто человек намного более на в этом плане умный был на тот момент просто отошел дал возможность своей команде забить гол тем самым развязав себе руки а кто-то мог просто все время бегать под мяч открываться от его постоянно накрывали еще будем забили но он сделал более грамм слушайте вернулся ловрин до двигал как вам игра обороны зенитом в самаре не в самаре а самаре сама самары да там трудно оценивать но это разный уровень был совсем эти уши два раза до ворот дошли но они два раза дошли но один раз могли забить гол там ковалянка хорошо открылся вбежал по крайне то что должен делать наверно 11 сайта здорово не попал то но это не упрек понятно что максимально меминизировать моменты но я считаю что нереально у любой команды будет какой-то момент здесь был слава богу для зенита допустим что он не забил вы плохо для крылья больше они ничего создать не позволили здесь нельзя говорить только об обороне именно от четверки здесь вся команда защищается если вы не даете возможности уже много раз говорил целенаправленно делать передачи выходить из своей половины поля беспрепятственно до соответственно и моментов у вас меньше ну да здесь все то же самое они свои там нападающие свою работу делать позащитники свое они свои я знаете обратил внимание дискуссия по поводу того что вот какую вратарю зенита нужно там какую-то вратаря посильнее я слушаю ты думаю господи но в принципе при при таком составе который есть у зенита при такой обороне такой атаки но в принципе ну вы даже не смогли а вот я бы еще постоял в воротах и не чувствовал что они не было то есть вот что ну то есть зачем я не смогу ну потому что вы это вообще в воротах никогда не стояли хорошо вы листовой категории поэтому я бы но вот вы читаете эту дискуссию несколько такой искусственный вот такой должен запускали нет есть свой российский пацан пускай он настоит играет пусть играет пусть набирается опыта я двумя руками зада такой команде наверное легче ему бы потому что даже если он ошибется то партнеры могут исправить вот как локомотив был парень да здорово играл играл потом вас куда-то побежал непонятно зачем ошибся но партнеры смогли даже меньшинстве исправить это попеняя его отдельно что вы думаете по поводу происшествия которых не случилось надеюсь там все хорошо бы но вы не не сталкивались таким диагнозом нет я первый раз такой я вообще почитал страшно звучит три недели как это операцию там вроде говорят что можно обойтись без операции уже но слава богу я думаю восстановится все будет хорошо ну дай бог здоровый апарк по поводу локомотива вы так хвалите вам локомотив понравился в мочке понравился ростовом очень понравилось даже несмотря на то что они удалились дальше во втором тайме им было чуть тяжелее тяжелее но по первому очень приятное впечатление оставили да и потом они не теряли возможности забить гол да и в итоге были возграждены там ростов в первом тайме очень плохо во втором добавил вот в принципе такая ничейная игра хорошая хорошая игра но я больше ждал от ростова все-таки середину они там проиграли локомотив как раз баринах там с кем-то бека бека был и антона миранчук они здорово там есть не по поводу локомотива в чем в чем сейчас может быть отличие от того что мы увидели в прошлом году что у них стало хорошо получать но они мяч неплохо контролируют хорошо контролируют мяч потом при потере уже говорил что наверно вступает единоборств то есть хорошая физическая готовность и раньше они там проседали в этом то сейчас у них двигательная активность очень хорош на счет этого и когда ты на легких ногах двигаешься до этого и быстрее соображают бы ну или легче играть плюс они какие-то момент создают не просто накрывают их не накрывает они накрывают будем больше мячом проводит наверное меньше там психологически в этом плане устает плюс если еще получается какие-то атаки которые за логического завершения пускай не всегда забивает но есть вот это тоже наверно положительно на них сказывается нет матч хорошо про или мне понравилось пока мере локомотив гол мурадишвили вы понимаете что чего здесь больше как бы в чем ошибки ростова который не выбил мяч там за линию поля там безусловно защитник и тем более претендующий на то что он один но не из лидеров один из игроков сборной не имеет права так играть вы имеете власть и пинка когда он кексанул как бы да и стану ладно потом ты куда выбиваешь мяч это в подкате к своим воротам ты где-то такое видел-то вообще уж лучше тогда сбей его расставитесь там своей штрафной меньше шансов что вам забьют а он выбивает мяч в сторону своих ворот получил за это плюс сам то он там не находится как раз приходит мяч зону центральную зону от которой забивает был вот и все так же не играет в моем понимании может быть в его это нормально я считаю что так не играет центральной защитник тем более претендующий на игрока сбор ну то что то что мордишвили такой гол забил там пас хороша раз в столетие как бы он так он не знаю раз ты летим в том году тоже забивал может быть не так но забивал же но здесь все сошлось и красота и и и нужность и важность гол великолепно что вы думаете по поводу бека бека просто я не верю в эту историю с 15 миллионами евро я думаю что это там стремление томаса надуть себя как бы надуть свое величие вот вы понять как игрок такой как бека бека может стоить 15 миллионов евро что в голове у людей которые покупают за эти деньги ну что то есть на просто также не буду давать такими ну пятна я не знаю это может быть там со всеми бонусы 15 бонус это можно по-разному строить может они 5 час отдадут а потом там иди наберете бонус может и нет ну да и по факту вы продадите за пятерку да я думаю что это ближе там правде чем то что они говорят ну про если продадут для локомотива здорово то что у него есть свои ребята тот же мордишвили сидит на замене а мог играть есть этот куликов который на замену выходит а может играть по мне он но может ну не хуже я скажу точно не хуже будет играть будет еще лучше и еще есть ребята там у них в том году в конце сезона выходили тоже хороший перспективный ребята они могут играть поэтому для локомотива это не потерю а если за него еще выручить деньги какие-то это вообще отлично вам какого мнения бека бека положительные отрицательные стороны в его игре что вы скажете нейтральный когда он пришел мне там скажем так ну нравился по мере того как он все больше больше играл более нейтрально нравился уже меньше ну меньше да у него есть хорошие качества я уже много раз говорил но я думаю что если они есть тогда ты должен играть на другом уровне а он это делал периодически ну то что это не игрок который делает в нет это однозначно что он не игрок который делает разницу вот на данный момент нет но какие у него есть качество он может быть игроком который делать существенную разницу но эти качества он показывал далеко не всегда что на вас где-то изменилось в игре ростова по сравнению с тем первым туром когда они динамо загнали ну здесь команда которая просто двигалась динамо вообще не двигалась здесь команда которая двигалась такая же двигательная активность если не не лучше было поэтому естественно им было труднее преодолевать сопротивление как вам связка уткинг-камличенко великолепно действует дальше не понял там был еще такой же момент но почему-то навешивал миронов которого но явно игра не шла мягко говоря вот потом ноуткин начал навешивать она в конце в итоге там угловой который там лечет до угловой на потом что вынесли куда-то опять навес и в итоге привели голову ну не до камличенко вообще очень приятное впечатление производит по этим двум турам очень хорошие здесь он здорово играл ну то есть смысл в том что если в первом туре его заменили на галенкова то здесь наоборот его оставили в пару к ним но он действительно хороший очень хороший матч как вам судейство этой игры в целом нормально я не вижу там такого криминального было желтая карточка вторая на по делу когда отмахиваться стал много соответственно красная тоже дальше ну какие-то моменты да он там но не критично где он там на портач последняя так вот концы снова раньше ну да там осипенко перекрывал еще теперь он может не перекрыть не перекрывал нас держать просто да у нас держать еще много было там он свистнул действительно когда там еще пас только человек отдавал ваши прогнозы по цска и федоту так подтверждаются то есть что ну пока да посмотрим что да что изменил федотов в игре ну вот вы сказали одну деталь и на это тоже стали все внимание обращать но кстати во втором туре они так не играли они вот как раз стали передачи защитников все равно это было чуть медленнее соответственно игра их смотрелось чуть по-другому понятно что там из очень не просто вышел да вот такая абсолютно ровная игра по большому счету где там чуть больше повезло цска тоже середине них не переигрывали точно ну вот если они не усилиться в центральной зоне цска будет тяжеловато при всем там что есть мухин и кучаев думаю что не совсем та пара центральных который приведет на пьедестал но пока все складывается для цска хорошо ну и там существенно конечно ты бы сначала он вытаскивает один на один при счете 10 до 11 уже другая история да а потом смотря на то что не совсем хорошо получается сама группа атаки сама дает ну и за счет этого и выиграю после но уже играли с ним в сборной вот в этого поколения футболистов у него самый сильный удар или у вас там было сильнее здесь же не дело в силе здесь дело в технике больше сильный удар и честно говоря этот термин не совсем при но у халка был сильный удар а техники исполнения у него не было он шарашил там по всех воробей пошибал а стабильно хорошего точного удара у него нет а у игоря есть и техника исполнения и стабильно но соответственно техника исполнения дает кучность хорош он может или исполнить любую передачу на любое на любое расстояние он прекрасно в квадратах себя чувствую то есть он и короткую среднюю длину может отдать без проблем и поворотом он бьет великолепно поэтому периодически у него такие моменты и плюс футбольный менталитет прекрасно понимает когда куда нужно отдать ну да что сказать по поводу сочи что гарани наложат поменял ничего пока не поменял они играют кто в тот же футбол который до этого был но и не думаю что нужно что-то менять он приносит результат им нужно решить вопрос нападающим да и чуть быстрить игру свою и будет все нормально на держание мить но у них вот держание ради держания такой испанский стиль без большому счету продвижение каких-то опасностей в плане поля соперника но там где-то с торпеда прошло а с иска нет потому что нужно больше создавать были за недостаточно неплохо мяч контролирует да нужно больше напряжение чтобы штрафной возникало я думаю следующий момент который они тоже поправят ну по крайней мере если тренер думающая ну на данный момент это так представляется думаю что они поправят плюс нападающий который будет более агрессивно себя предлагать и в штрафной и плюс такие моменты реализовывать если он не будет эти моменты реализовать на играть там никогда в жизни не будет вы про мелкадзе на конечно куда-то там перекидываешь я вообще не понимаю просто сторону ударят вратаря и гол стопроцентный 1-1 кури опять составе в следующем матче а так будет сидеть а правда некому играть ну где вы видите с живы не могут договориться насколько я говорю там аппетиты после зенита да у всех там заоблачные нужно себя чуть-чуть наверно привести в норму но это его проблемы слушайте вы говорите по поводу того что у цска есть проблемы составом на ваш какие позиции на центральную зону опорник ну и плюс у них заинудинов играет одного из центральных защитников соответственно нужен кто-то в центральную зону и защиты и я думаю что там по два игрока нужно как в центр защиты так и в центр обороны так и в центр обороны так и центр обороны опорный тогда да будет но она слышал что там как бы центральную опорную зону нашли до с обороны там фукс же вернулся усиление да по крайней мере хотя бы на лавке может сидеть там если все выйти ну то есть вы пока мы не можем сказать все-таки две победы так достаточно уверенно я очень удивлен хотя меня вот там уверено по счету напоч seg정 но допустим если первая игра уверена как по счету таким ли совсем уверенных по счету но очень уверены по игре а второй наоборот очень верен на по счету но не уверен нет я веду к тому что я вы же вы же знаете вот то о чем мы говорим постоянно я постоянно эти вопросы задаю что тоже может составить конкуренцию зенитовую ты ищешь ищешь команду как бы я очень я сразу говорят что csk скорее всего может состоит но им нужно как раз отстабилизировать закрепить эту Cities и развивать ее дальше. Они вполне это могут сделать. Если будут качественные усиления, о чем мы говорим, то, наверное, они добавят еще. Здесь нужно вопрос опять так же решать по нападению, потому что Чалов, допустим, в этой игре бледная тень того, что было в предыдущем. Выходящий на замену за болотный тоже пока не убедил. Поэтому здесь тоже нужен резерв для усиления есть. Динамо найдет она себе или нет, непонятно. Потому что счет с торпеды не должен вводить в заблуждение. Кто у нас еще есть? Локомотив приятное впечатление оставляет, но пока не добирает очков. Может быть, дальше тенденция там поменяется. Соответственно, кто у нас еще? Ростов. В Ростов хорошее впечатление. Да, ну тоже вот там, ну в принципе, наверное, хотя нет, наверное, пару очков не добрал в этих двух. Да, ну с Динамо, наверное. Да, скорее больше с Динамо, чем сейчас. Да, то есть если команда, которая хочет, на мой взгляд, за что-то бороться серьезно, она не должна отпускать такие игры, как вот с Динамо и тем более с Локомотива. Ну да. Не, ну у них там относительно молодая команда, есть опытные ребята, но которые не бились за первое место. Это тоже важно. Вот. Поэтому у них тоже в этом плане есть резерв. Слушайте, по поводу, опять поднялась волна, значит, по крымскому футболу. Потом Спартак ваш любимый. Не может составить конкуренцию. По мне, так это команда, которая, как минимум, в тройке должна быть. Все зависит от них. Слушайте, Роман Николаевич, они проиграли 0-4 и Зениту. Они проиграли 0-4, да, по Зениту. Во втором не выиграли и в третьем, то, что они выиграли, по первым тридцати пяти минутам они не должны были это сделать. Но потихоньку они там, там проиграли, там ничего сыграли, а здесь выиграли. Сейчас домашний матч с Оренбургом. Благоприятно закончится, опять позитив. На этой волне можно выехать дальше. Поэтому я Спартак уж точно не сбрасываю со счета. Слушайте, по поводу, как вам, понравился вам этот Сочевой парень, который он еще выделялся? Я его видел на Эвертыша еще. Он мне тогда понравился. В Афанал еще, да. Ну, молодец. Как раз крымский футбол. Воспитанник, да? Да. Просто когда говорят, что в Крыму нет футболистов там и прочего. Слушайте, у нас Сочевой есть, есть Лусевич, там еще несколько ребят. Все, у них хорошая школа, там испокон веков была. Там одна Таврия чувствует. Да. Хорошая команда всегда была. Понравился чем? В Сочевой? В Сочевой, да, есть. Ну, мне не понравилось. Точнее так, нацеленность на ворота – это хорошо, да, но иногда надо голову еще поднимать. Он из всех позиций, даже Керси такого не позволял. Просто бьет? Да, и лупит там. Нужно, не нужно. Там уже весь стадион видит, что он будет бить. Ну, там замахнись, еще что-то сделай. Он молодец, там этим три забил. Дальше посмотрим. Но в этом он неплохо действовал. Он его бежать может, а обыграть. По крайней мере, в артыша его увидим, да? Вы имеете в виду, что не достает холднокровия какого-то, да? Не достает разнообразия, да? Как вот там тактической выучки, может быть, тактического разнообразия еще чего-то там, да? Потому что я говорю, ну, нацеленность – это хорошо, но должна быть какая-то вариативность. Ну, да, чтобы не просто под лапту бил. Не, бить-то можно, просто есть моменты, когда это не нужно делать. Вы? Нужно там на замахе или еще что-то пас отдать, через стенку сыграть. А он там стоит игрок, ты же не Копперфильд, сквозь этого человека не можешь мяч пролететь. Поэтому нужно как-то немножечко смекалочку проявлять. Вы когда играли с Александром Пиджаком, вас иногда выбешивал его стиль? Ну, когда я с ним играл, вот так он не действовал. Это там прилепили к нему – бил, бью и буду бить. Он бил из удобных позиций. Когда-то попадал, когда-то нет, но в большей степени попадал, поэтому и является лучшим бомбардированием. Вот. Сочевому до него еще расти и расти, безусловно. Да. Вы удивлены проблемами, с которыми столкнутся Урал? Урал? Да. В игровом стиле? Ну, во всем. То есть они без вариантов ЦСКА проиграли. Три получили от Оренбурга. Я, честно говоря, очень люблю. Кто заслужен. Да. Я думаю, что стартуют нам надо лучше. Ну, за счет чего вы так думали? Они же провалили предсезонку по результатам, по крайней мере. Там по четыре кидал каждый, кому не лень. Ну, и все это перенеслось сюда. Плюс сюда не приехали люди, которые могут организовать игру в центре. Да, там под Березкин с Шатовым в последнее время выделялись у них в этом плане. Соответственно, их еще просело. Оренбург этим воспользовался. Оренбург и в первом матче начал, по крайней мере, достаточно неплохо. Там он просто не продержался. Здесь продержался первый тайм и удачно реализовал первый же момент. Ага. Дальше там вопрос техник. Ну, да. Я просто опасаюсь, что и вот сейчас такая ключевая игра. Потому что, ну, так переживаю, я говорю, Михалыч, чтобы он не получил третье поражение. Все-таки там, если Шатов опять под Березкин не будет играть, блин. Ну, у него и в том году была тяжелая ситуация, он из нее с честью вышел. Будем надеяться, что в этот раз так же. По судейству, что вы думаете матча в Краснодаре? Уже страсти отгремели, уже ЭСК вынесло свое решение, уже два клуба потроллились в видеороликах, оскорбления все прозвучали. Весь набор, как говорится, все прошло. Что мы можем сказать? Ну, для меня решение, мягко говоря, непонятное. Я не знаю, как сейчас трактуется рука. Каждый месяц она меняется. Но для меня было очевидно на повторе, что мяч в руку явно попал. Если сейчас это не считается. В эпизоде с первым голом. С Зобниным. Да. Красная карточка? Ну, я лично не видел, где там удар был. Если вы уже за откровенный удар не даете красную карточку, как можно за то, что человек рядом промахнулся. Вы имеете в виду за откровенный удар Соболева и… Ну, не Соболева, а по Соболеву. Да, да. В предыдущем матче. Да. Когда врата решили. Здесь тоже Соболев бьет локтем. Для чего тогда ВАР? Там показывают неспортивное поведение. Для чего тогда он нужен? Если вы там слепые сидите или правила не знаете. Вам не надо тогда там, наверное, находиться. Поэтому по этому матчу вопросов было много. Да. Соответственно, первый гол не забей, Спартак. Да. И не получи красную карточку Черникова, Краснодар посмотрелся намного предпочтительнее. Ну, Спартак вообще ничего там не мог. Да. В первом тайме первые 30 минут в своей плане не выходил практически. Понятно, что, может, Краснодар там ничего не создавал, но давление максимально оказывал. Да. Рано или поздно это, наверное, привело бы к каким-то опасным моментам. И по тому, как развивался матч, по крайней мере, на какой, на 36 что ли удалили. Вот. Ну, предпосылок к тому, что Спартак так выиграет не было. Потом для них все сложилось удачно. Но, говорю, вопрос в этом матче по судейству, да. Поэтому, когда вот говорят два матча, там, допустим, Краснодар-Спартак, да, и Локомотив-Ростов. Ну, зачем Локомотив-Ростов говорить о судействе, да. Когда там отличный матч. Здесь тоже он складывался неплохо, да. Но здесь, там не привели какие-то ошибки к каким-то ключевым моментам. А здесь привели. Наверное, здесь можно разобрать, да, судейству. Но вот в Локомотив-Сочи для чего это нужно обращать внимание? Свистнул раньше, свистнул позже. Какая разница? У вас было 95 минут на то, чтобы решить все вопросы. Чего сейчас там свистнул, не свистнул. Вам еще 50 метров бежать, еще три защитника. Такое ощущение, что он один на один выходил. Вот начинают придираться. Поэтому я вообще не считаю нужным. Вот я вашим коллегам сказал, и могу еще раз повторить, что не надо придираться к судейству там, где его нет. Лучше обсуждайте то, что было на футбольном поле, да. В игровом плане. Намного интереснее, наверное, чем искать в одном месте мозг. По Краснодар-Спартак, да, возможно, нужно это обсудить. В дальнейшем не было таких моментов. Но вот в другом матче это вообще делать не стоит. Слушайте, по поводу Черникова. Ну, вы его так хвалили, и в паре, допустим, если брать, по-моему, примитивно, Динамо, Черников и Глебов, вы выделяли именно Черникова. То, как он играет. Хотя вот сейчас я посмотрел, он говорит в коммент-шоу, что, то ли йогой он стал заниматься. Короче, важно, чтобы к психологу только не пошел. Да, вообще мы его потеряем. Да, стал, как бы, спокойней, как бы, ну, то есть, вот, что о нем? Спокойней в жизни? Я не верю в преображение, там, жизненной ситуации на поле. Это совсем другое. Там другие эмоции, да. Вот. На поле он может себя тоже сделать более сдержанным, в плане, там, отмашек или еще что-то. Но это придет только сок. Через психолога это не это. Через йогу. Через йогу не придет. Понимание, там, наверное, ответственности больше. Почему он пока не играет на спокухе? Вы можете сказать? Ну, не знаю. Ну, вот Глебов, я вижу, играет на спокухе. То есть, это, несмотря на то, что ему 21 или 22 года, я забыл. Ну, он в этом плане. Но я вижу, что это уже там взрослый парень. В данный момент, да. Более рассудительный. Более рассудительный. Он еще более импульсильный. Ну, тот ребенок, а этот уже более взрослый. Вот и все. К тому придет, наверное, понимание. Просто для него это, если оно придет намного раньше, будет намного лучше. Как для футболиста. Ну, наверное, как для личности. Ну, да. В Глебов это пришло уже. Поэтому, наверное, смотрится на его фоне чуть лучше. Ну, да. Слушайте, ну, тут Сергей Николаевич зашел в Судейскую. Я вообще очень удивлен. Это что такое? Что Сергей Николаевич зашел в Судейскую. Не бывалый случай. Что он скидки в Магните предложил? Или что или что? Ну, явно он выскал. То есть, о чем это говорит? Ну, он забрал скидки в Магните скорее. После такого матча. Если они были, да. Заплатите по полной, да. Игра Спартака. Что поменялось? Ну, все-таки победа. Да. И такая победа уверенная. Четыре в гостевом матче. По счету она уверенная. Но вы можете сказать, что до того, как они забили там даже второй гол, то, что Спартак как-то превосходил Краснодар на четыре? Нет, я так и не могу сказать. Она даже не равная игра была. Она была с преимуществом Краснодара. Игровым. По моментам может быть нет. Но для Спартака в этом матче все сложилось здорово. Поэтому, если в следующем они этот результат закрепят, да, к ним придет какая-то уверенность, на которую они могут доехать и до там призовых мест. А то и до борьбы за золотые места. Но это нужно еще реализовать. Ничего там сверхъестественного нового я не увидел. Даже несмотря на дубль изумин. Молодец, но не более того. Да. Вы Промис в первом тайме видели вообще? Слушайте, как вам нравится меня троллить. Когда про Спартак я вижу, вы прям раскрываетесь и очень нравится. Нет, просто вам же нравится Спартак, я вам и говорю. Да. Вы Промис в первом тайме видели? Да. Но он был незаметен, скажем так. Был незаметен. А во втором там особенно к концу раскрылся? Я о другом хочу сказать. О Соболеве. То есть я вижу, что да, он на поле много говорит и прочее. То есть я вижу, что он вот этими жестами своими, то есть он как бы становится одним из лидеров. Вам так не кажется? Мне кажется, это в том году еще было понятно. То есть он такой становится как бы человеком? Даже несмотря на то, что он выходил на замену в том году, он в полной мере ощущал себя лидером. Как бы спрашивал из себя и из партнеров. Потому что по самоотдаче, наверное, к нему вообще никогда никаких претензий быть не может. Он там пластается, бьется. Но нужно добавлять, наверное, в игровых таких моментов. Тогда он будет еще намного сильнее. Вы понимаете, когда с него начинают так спрашивать и так зло спрашивают? Мне не нравится дельфин, что ты падаешь и прочее. Но после того, как начали это говорить, я тоже на это обратил внимание. Нужно это прекратить ему, по крайней мере. Но подождите, это хитрость нападающего. Но это хитрость нападающего. Нет. А что это? Его уже не ассоциируется. Хитрость нападающего, где она может быть? Что он упал, когда его не касались? Ну, это все видят прекрасно. Но такой, как Увар, который был, допустим, на этом матче, может быть и прокатит, а в другом нет. Это раньше хитрость нападающего. Когда не видно, где-то якобы схватили, а там изобразил тебя. Оп, штрафной, еще что-то, пенальти. Но сейчас это не прокатит. Стой на ногах, они тебя и так собьют. Еще шаг делай. Соответственно, перекрывая движение соперника, он в тебя воткнется и вообще тогда вопросов не будет. А так что, в любом касании 195 сантиметров должны падать шеи? Ну, смотря как каснутся. Если на переступе, то можно так... Нет, я не говорю, когда его откровенно сбивают. Есть моменты, когда его еле дотронулись, он падает сразу. Это нужно искоренить. В остальном он молодец. Слушайте, по поводу все-таки «Спартака», вы не увидели что-то изменилось? Что поменялось? Что хочет, может быть, мы можем об этом сказать обоскать? Да я не видел. Я говорю, я первые 35 минут их вообще не видел. Что они хотели, я не знаю. Их накрывали, лучше их действовали. Их вообще не было видно. Когда ты играешь в большинстве и ведешь по счету, у тебя, наверное, моментов больше. И все получается. Плюс еще, если забиваешь и забиваешь, то еще все хорошо. И как бы весь негатив куда-то улетучивается, да? Но Прус поанализирует первые 35 минут, даже 40, и ответит себе на вопрос. Поменялось что-то в «Спартаке» или нет? Если такая тактика, я не думаю, что она каждый раз будет работать. То типа вас гоняют, как собак, там 40 минут, потом вы забиваете голы, и получается соперник красную карточку, а вы на белом коне потом выезжаете. И это могу разочаровать, такого точно не будет. Влияние «Мозеса» на игру, на ваш взгляд. Как-то мы, я помню, разговаривали, и вы говорили о том, что да, если вот так накладывать два состава, «Спартака» и «Зенита», то, наверное, на основном составе «Зенита» и «Спартаковцев» может претендовать только «Мозес». То есть сейчас что, «Мозес», мы его можем назвать лидером? Мы давно его называем лидером. Просто он по сезону неровно действует. Когда он хочет, там вопросов нет. Там, безусловно, лидер номер один, наверное, да? Когда он по каким-то причинам либо в плохой физической форме, либо ему не хочется, ну, обычный средний игрок. Средний легионер. Ну да. Сейчас он в хорошей, там, наверное, кондиции, в хорошем эмоциональном состоянии. Плюс еще голы, наверное, ему тоже в это добавляют эмоции. Поэтому выглядит здорово очень. Как вам «Мартинс»? 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 А, ну это центральный полозащадник? Да, ну который, да, игрок сборной Люксембурга, которого взяли из чемпионата Швейцарии и играют. В чемпионате Швейцарии он мне больше нравился. Здесь по прошествии там полугода я скажу, что это, ну, не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Почему? Ну, у нас, ребята, не хуже. Зобнин в таком ключе намного эффективнее, чем этот «Мартинс». Но это свой. То есть, на ваш взгляд, «Мартинс» средний игрок даже для России? Я считаю, что да. Потому что он показывает «Спартаке», да. Понятно. Вы можете сказать, что он делает разницу в «Спартаке»? Нет, конечно, нет. Это, мягко говоря. Ну, там болтается где-то в середине, но толку там мало. Соответственно, ну, считать его таким сильным легионером пока не представляется возможным. Может быть, не прошел адаптацию полностью, но тоже какой-то слабый аргумент. История, которая не относится непосредственно к футболу, а такая она больше бизнесовая. Сегодня появилось это фото расписки Леонида Федуна Шамилю Газизову. Что вы думаете по поводу вот этой чашбы, которая продолжается? Кто прав? Кто виноват? Кто друг другу что обещал? Кто что требует? То есть, вот ваше то исключение. Ну, если они докажут подлинность, наверное, там придется кому-то платить что-то. Если нет, то что? Овчинкой выделки не стоит. Ага. Я не знаю, какие у них договоренности. Это мы какие-то гипотезы, предположения строим. Но что там было на самом деле, никто не знает. Я не знаю, из-за чего там сыр-бор. Ну, из-за денег. Я думаю, что из-за денег. Я думаю, что люди, понимая, что есть расписка, неопривержимые доказательства, наверное, уже бы выплатили деньги. Значит, у них есть какие-то контраргументы. Угу. Посмотрим, чем закончится. Ну, да, что сказать. По поводу «Динамо». Ну, вот я просто понять не могу там. Ну, даже не «Динамо», а «Торпедо» все-таки. Ну, три пропустили от «Сочи», четыре от «Динамо». Там аргументы звучат о том, что подождите. Ну, «Самара» в прошлом году тоже очень плохо начинала. И чем закончилась? Я говорю, собственно, у «Самара» футболисты все-таки они наверх поднимались. Да, то есть там много молодых, перспективных. И они играли с друг другом, может, достаточно давно. И футбол немножко другой. Можем ли мы сравнивать «Торпедо» и «Самара»? «Самара» даже плохо начинала. Она в предыдущий сезон в Кубке России показала какой-то определенный уровень, что она может бороться. Здесь им пришлось привыкнуть к «Коростям», еще к чему-то. Но у них какая-то поставленная игра была. Да. Вот. Здесь я пока вообще не вижу, за счет чего они могут выигрывать даже. У них игроки, ну, там лучшие были в первом туре. Вы сами видели. 20 минут – это ветераны. Ну, когда вышел «Лебеденко» и «Рязанцев». Да, сейчас их нет. Здесь даже. Сейчас вышла «Лебеденко» и опять какие-то моменты стали возникать. До этого вообще ничего не было. Угу. Поэтому, за счет чего они будут выигрывать, я пока вообще не вижу. Угу. Ну, то что мы можем говорить, что «Торпеда» – это вот пока демонстрирует, что команда первой лиги? Пока, да. Но там же не сказал, что «Торпеда», что мы сейчас адаптируемся и потом попрем. Посмотрим. Ну, вот он… в «Химках» там тоже прессы. А на «Динамо» я специально спустился, сел рядом за ним. Но он два раза вышел… А что там кричать? Ну, что… Ну, более активно себя вести. Что это даст? Вы думаете, футболист на поле не понимает, что нужно активнее себя вести, как-то преодолевать сопротивление соперника? Ну, конечно, понимает. Но от того, что он будет выезжать на них кричать, ничего не изменится. Он же, наверное, тоже понимает прекрасно, что если вот в данный момент мы можем это и не можем большего, то чего выходить-то и будоражить команду и себя? Будут следовать шаг за шагом. Сегодня такая ситуация. Будут потихоньку набирать. Может быть, действительно там туру к десятому по-другому будут выглядеть. Как вам? Команда, которая там сколько, 14 очков имела после 20 туров, все равно доехала и осталась. В том году. Чем там торпеда хуже. Посмотрим, что у них будет к 15-му, к 20-му туру по очкам, а то этого можно уже оттолкнуться, наверное. Ну, важно, чтобы меньше не было, потому что так… Судя по прошлому году, не все потеряно в любой ситуации, похоже. Ну, то есть вы не видите вообще просвета какого-то в торпедах по игре? По двум матчам нет. Пока тяжело все складывается. Что будет дальше, посмотрим. Может быть, какая-то удача в одном матче вдохнет настолько и впечатлит, что они будут там всех потом обыгрывать. Ну, или по крайней мере в каждом матче брать какие-то очки. Как вам история с Вареллой? Как вы на нее смотрели? То, что он уехал? Да. Ну, то, что трактовка «Динамо» сбежал с базы. Я не знаю, трактовка какая у агента Варелла, и тут надо послушать просто. Да? Потому что там… Ну, сбежал и сбежал. Мы как-то можем повлиять на эту ситуацию, я уже много раз говорил. В следующий раз будет более тщательно… Выше забора. Да. Строить заборы раз, потом более тщательно выбирать своих там бизнес-партнеров футбольных. Угу. Понятно, что на этом нужно поставить крест, допустим, агента или кто с ним работает. Но он, я так понимаю, у нас так не делает. Он сиюминутную выгоду там считает лучше, чем долгие, хорошие отношения. Угу. Вот, допустим, бразильцы по-другому посчитали в «Зените». Ну, да. Которые, да. Они и сейчас заработали в моменте. И в дальнейшем может возить туда. Постоянно зарабатывать. А этот дурачок, ну, выиграл сейчас там сколько? Пусть там 200 тысяч евро. Он их через день потратить может. Варелла намаживает с игровой точки зрения потери. Ну, если сказать, кто сейчас на его месте играет? Поршевлюк. Поршевлюк. Поршевлюк, как минимум, год может закрывать эту позицию, да. Дальше нужно думать. Если есть в системе кто-то, это отлично. Но самым нужно, даже если Серега, не дай бог, травму получит, всего нужна какая-то замена. Я считал, что до этого, что Поршевлюк не хуже, как минимум, да. Соответственно, ну, будет свой играть хорошо. Единственная проблема, что он там в возрасте уже. Но на данный момент, думаю, что Варелле там сильно не уступает. Это точно. Соответственно, нужно сосредоточиться на том, чтобы найти правого защитника достойно. То, что у Динамо произошло, да, то есть минус Шиманский, минус Варелла, минус центральный защитник, который тоже приостановил контракт, пришел Евгеньев, минус Ордец, который уже давно не играет, да. Ну, многовато людей, которые уходят. То есть, оно проколебало вашу уверенность в том, что эта команда может там делать то же самое, что было в прошлом году, так пуститься в погоню или в Ровень идти какое-то время за Зенитом хотя бы? Нет, ну то, что у них будут проблемы, наверное, это безусловно. Потому что все-таки с таким набором центральных защитников тяжело играть, да. Плюс у них не совсем хорошо клеится игра в атаке в последнее время. Это тоже для них будет проблемой. Кого они там нашли, ну, пока непонятно. Это Фернандес или кто там? Фернандес, Фернандес. В центральную зону. Пока он адаптируется, будем смотреть. Ну, им сейчас вот как раз задача менеджмента, кто у них там же, иностранец. Да. Плюс какие-то российские специалисты у них есть. Максимально закрыть все эти позиции качественными игроками. Тогда они, наверное, и задача команды, и тренерского штаба далеко не отпустить. Набирать в каждом матче какие-то очки. Календарь пока они там благоволит, да, получается. Да. Но вот сейчас как бы они поедут в Воронеж? Такая тяжелая игра будет? Ну, возможно. Не, но я к тому, что там все-таки не о том, что, да, это там суперсильная команда. Просто это будет первый аншлаг в российском чемпионате. Я про это хотел сказать, что большое количество зрителей, первый домашний матч, условно, будет тяжело. Но здесь в большей степени все зависит от Динамо. Ага. Даст возможность она там факелу показывать свои качества. Факел тоже играет больше от обороны, да? Ну, и, наверное, в РПЛ он с позиции силы вряд ли с кем-то может играть. По крайней мере, я их видел в том году с тем же Оренбургом дома. Они также играли большую часть матча, подавляющую часть матча, играя от обороны. И сейчас шанс в контратаках. Допустим, и с Краснодаром, и с Ахматом это неплохо работало, да? Да. Из Краснодара очки увезли, здесь не смогли, хотя там моменты были. Ну вот. Дома зрители погонят, могут попасть в плен, как говорится. Пойти в атаку, попасть в плен, при том приличный такой. Посмотрим, будет интересно посмотреть на них. Вам не кажется, что Смола сейчас становится, потому как идет таким лидером «Динамо» прямо? Ну, они играли пока там… Ну, с Ростовом можете сказать, что он хорошо играл? Нет. Нет, но гол сделал. Это плюс. Но результат приносит. Большой плюс, да. У него есть результативные действия. Да. Если раньше в таких матчах он их не совершал, то здесь, да, супер. Там накрутил троих или четырех, на пустые ворота отдал, супер. Если будет в таком же ключе продолжать дальше, отлично. Здесь сколько у него там? Два пенальти, что он заработал, да? Один за Абилы, один за Абилы. Второй фанель, да. И плюс передача вроде, да? Вот. Ну, три очка великолепные. Там четыре за два матча супер. Если будет в таком же темпе для «Динамо», это хорошее подспорье, безусловно. С учетом того, что у них не совсем, наверное, вяжется игра в атаке. С учетом даже того 4-0, что они сделали. Как вам история с тем, что теперь капитанская повязка не у враталя Шунина, а у ползощитников? Ему это явно не нравится, да? А Шунину? Да. Да, я вижу, что ему это не нравится. Ну, так тренер решил, значит, так тому и быть. Ничего страшного. У вас когда-нибудь отбирали капитанскую повязку? Естественно. А где это у вас? Проблем-то. Что-то я не помню. Да у нас там был переходящее знамя в «Зените» то один, то второй, то третий. Какое-то время гулял вот так вот. А? А, это когда Радимов отказался, Владислав Николаевич? Он уже к тому времени играл с Радимовым. С 2006 года, что ли? Я когда пришел, Радимов уже заканчивал. Ну, я просто тогда, значит, гуляй раннюю историю вспоминаю, да. Он капитанил вместе со мной только на скамейке, если. Не, а что у вас было? Ну, там на рубеже там конца 12-го, начала 13-го года она там то Анюк, то Слава, то я, то Гарик. Там вот так она все гуляла. А почему? Ну, не знаю. Тренер так решал. А, у вас какой-то кризис был, да? Ну, наверное, да. Кризис у нас? Не, у нас кризис не был такого масштабного, но у кого-то, может быть, был в голове кризис. Поэтому так вот все гуляло. Угу. Ну, понял, да. По поводу темы Кокорина сейчас идет разговор, что он там не включен на сбор и прочее, прочее. Вот вы как видите его будущее? Ну, просто я знаю, что ему ищут команды в Турции там изо всех сил. И вопрос только в том, на что он готов пойти, на какие потери, а чтобы… Ну, ищут, значит, найдут. У него год контракта остался? У него еще два. А, два? Так вообще сиди спокойно. Еще два. Два, сколько ему? 91-го? Наверное, да. Знаете, тут разные торговки. Есть одна официальный документ. Он 91-го года, я так понимаю. Соответственно, ему 31. Два года, 33. Потом можно возобновить карьеру где-нибудь в Турции. Там и Россия в другом состоянии будет. Поэтому я бы на его месте не рыпал, сидел бы спокойно во Флоренции. Наслаждался жизнью. Ну, неужели не хочется играть? Не знаю. Насладиться жизнью можно после окончания карьеры. Не знаю. Когда самые лучшие годы уходят. Не знаю. Вы как-то не особо наслаждались жизнью в команде? Вы как-то предпочитали играть? Слушайте, вы когда молодой, вам кажется, что… Еще долго. Да, еще долго. А вот когда там не будет возможности играть, будет думать по-другому. Но уже будет поздно. Ну, да. Это такие уже слова мужа. По поводу «Лок» и «Зенит», что вы думаете, что может сделать «Локомотив», чтобы побить «Зенит»? Ну, вот что. Судя по тому, как они играли в эти два матча, я думаю… Ну, и плюс, я говорил, в первом матче с нижним они играли как-то лоскутно, да? Да. Кусками. То есть здесь более целостная игра была. Соответственно, за эту неделю могут еще добавить. Если возьмут контроль мяча себе, да, то могут создать проблемы. Здесь, помимо того, что возьмут контроль над мячом, если будет так же здорово при потере возвращать себя обратно, то тогда точно создадут проблемы «Зенит». Смогут они так играть? Ну, судя по этим двум матчам, мне кажется, что да. Но насколько это все еще позволит «Зенит» – тоже вопрос. Они такие матчи любят и умеют играть с преимуществом. Ну, да. Просто глядя на последние матчи, что-то там «Локомотив» 4-5 получал, как-то не очень верится. Нет, я говорю по впечатлениям, что «Локомотив» может создать проблемы, но здесь все зависит, наверное, тоже от «Зенита», да, все-таки домашний матч. Позволит он это сделать или нет – это вопрос. Как вы понимаете, ну, тоже я вот там «Гильермо» много получал в Питере. Вот сейчас играет мальчишка молодой у «Локомотива», ну и последний матч-то не лучший. Да, я бы не сказал, что он не лучший. Он весь матч действовал очень здорово. Ну, это единственная ошибка, да, там она привела к голу, но по ходу он действовал очень уверенно. Может быть, вот эта уверенность переросла чуть в самоуверенность, поэтому она его чуть подвела, но ничего страшного. То есть вы не считаете, что ситуация назрела для смены вратаря? Абсолютно нет. Думаю, что точно нет. Потому что он очень хорошо выглядел по мне так. Да, ошибки бывают, но не у всех бывают. У Ростова… Я думаю, что, может быть, его не из-за ошибки могут поменять. Просто в таком матче, может быть, отдадут предпочтение просто более опытному игроку и все. Я уже говорил, что, возможно, у них так будет и ротация дальше. Что там менее ключевые матчи, как они считают, да, будет играть он, приобретая больше опыт. Какие-то ключевые или важные матчи, там, или требующие, там, вратаря с более богатым опытом, да, будет играть Гильермо. Нормальная ситуация, я считаю. Ну да, у Ростов, вот и вы говорите, хорошие отзывы. А что, ну так, если задуматься, на ваш взгляд, по составу это какая команда лиги? На что они по составу могут претендовать? В пятерке, в тройке они могут быть спокойны. В тройке? Почему нет? У них хороший, в принципе, сбалансированный состав. Если они стабилизируют игру, да, и более активно будут играть в середине игроки. От того же Уткина, по крайней мере, в матче с Локомотивом, я лично ждал больше. Они по-другому будут смотреться. В остальном у них все неплохо. А ждали большего, что вы имеете в виду? Ну, я думал, что он больше будет вести игру команды, больше как-то комбинировать. Но здесь Локомотив, тройка их переиграла. Крайне в первом тайме однозначно. Да и во втором там ничего такого сверхъестественного. По крайней мере, Уткин не предлагал. Вышел Щетинин, да, очень усилил. По мне так. Но он не лучше свой матч, наверное, провел. И у него гол плюс пас. Да. Как бы мы ни говорили, а гол плюс пас у него есть. Да. Ну вот. Поэтому, видите, у него еще там... У Ростова в целом большой запас прочности. Понял, да. Ну что, будем смотреть третий тур. Спасибо большое. Да. Спасибо. 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 Спасибо.